Всем привет! В этом видео давайте разберемся, как сделать браслет на руку, как это будет выглядеть. Этот способ есть в YouTube и ссылку на это видео я выложу. Просто давайте разберемся поточнее, что, как, последовательность и так далее. Чтобы кто будет смотреть это видео, исходное, может запутаться. Давайте разберемся поточнее, что и как. Давайте откроем Tools, откроем Ring 3D, вытянем его, жмем Edit, отключим, так, пусть пока у нас флур включен, вот так вот. Ближе подведем, жмем Ctrl-Shift и жмем вот этот ClipRect. Ставим Curve и вот так все это дело обрезаем. Вот что-то такое у нас получается. Теперь следом, как в видео, заходим в деформацию. Находим Inflat и можем прибавить вот так больше объем, чтобы красивее было. И следом ставим вот в такую вот позицию. Правой кнопкой мыши вертим. Если нужно Shift, левая кнопка мыши выравниваем. И теперь твистом вот так вот перекручиваем. Все это мы сделали, теперь жмем Make Polymesh. Заходим в Subtools, делаем дубликат. Нажимаем на дубликат и опять переводим вот в такую позицию. Жмем Transpose Move и вот так вот все это дело выставляем. Вот когда вы все вот так вот сделали, дальше у вас может идти непонятка, что, как и почему. Так, давайте теперь вот это все объединим. Жмем, жмем Merchdown, ОК. И добавим Append, так, план 3D. Вот вы видите, как все установилось. Вот именно с этого момента многие могут не понять, что происходит и почему у них не получается, да, сделать так, как в видео. Мы теперь переключаем, вот, включаем вот этот верхний Subtool, саму вот эту вот модель. И вот теперь заходим в деформацию, в деформацию и попробуем все это дело ротации перевернуть. По X попробуем покрутить. Вот так мы это все переставляем. И вот в такой, вот именно вот так у нас получается вот модель. Ставим Move и вот так вот ее чуть-чуть отводим от плана. Теперь вы видите, что модель у нас, когда мы ее сделали, она не по симметрии стоит. Надо с помощью Move использовать этот квадрат, план 3D. Мы ее вот так вот устанавливаем. Выравниваем Shift, левая кнопка мыши. И смотрим, что у нас тут вообще получается. Если нужно, где-то можно довести ротации. Вот так вот, подровнять немножко. Где-то может поставить прозрачность, чтобы видеть вот именно, как тут все установлено. И с помощью Move опять же это дело все подкорректировать. Самый лучший способ, это вот сделать модель побольше с помощью Size. Вот так. И вот эти вот боковинки подгадать. И по ним уже это все дело вот так вот выставить. Более-менее ровно. А потом с помощью Size опять это дело все вот до таких размеров уменьшить. Так, все это сделано. Теперь, чтобы проверить именно вот эту модель, как она получилась, правильно или неправильно, выравниваем Shift, левая кнопка мыши и находим вот этот S-Band. Ставим его по X и попробуем покрутить. Вот он крутится, вы видите, не так, как нам надо. Вся фишка в чем, что именно вот эту модель, вот эту верхнюю, теперь нужно перекрутить. Нажмем Ctrl-Z и попробуем ее перекрутить с помощью ротации. Поставим по Z и вот так вот перекрутим. Вот. Вот в такое положение. Теперь с помощью... Так. Теперь вот попробуем давайте чуть-чуть ее отрегулировать. Вот так вот. И с помощью вот этих вот X и Z направляющих выровнять. Вот так. Более-менее. Так. Теперь проверим вот эту модель бэндом. S-Band по X. Вот вы видите, все, он гнется. Вот в этом вся и фишка в видео. Если кто-то будет делать, сразу он может это дело пропустить и будет баговать, что и почему у него не получается. Ведь все там так просто. Сделаем вот так чуть-чуть искривление. Теперь уже куб нам не нужен. Давайте его отключим. Вот так вот. И зайдем опять в тулы и включим цилиндр. Поработаем теперь с цилиндром. Зайдем в инициалайзер вот этот. И сделаем ему так пустоту. Теперь давайте разберемся с полигонами, вот этими дивайдами. Жмем поле F. Смотрим, что у нас получается. Уменьшаем вот эти XD-дивайды. Вот можно их вот так сделать, можно чуть поменьше. Ну, сделаем. Ну, 19 поставим. И в инициалайзер, именно вот эти оставим, можно оставить 3. Вы видите, что опять же здесь квадраты не получаются, а прямоугольники, да? И вот теперь вот эту вот делаем в скалу. И подгоняем это все, делаем более-менее, делаем квадрат. Вот квадрат у нас получился. Теперь выставляем вот так вот модель. Shift, левая кнопка мыши выравниваем. И жмем Make Polymesh. Так, теперь надо его обрезать. Это Ctrl-Shift и одновременно. Так, Ctrl-Shift. Переключаемся на Select Act. И вот так вот. Ctrl-Shift и Alt зажаты вместе. Можем обрезать. Работать Alt и левая кнопка мыши. Можем передвигать, если кто забыл. И вот так вот все у нас остается. Теперь мы заходим в деформацию. Так, пардон, не в деформацию, в геометрии. И жмем Dell Hidden. Modified Apology. Скрываем то, что мы вот это удалили. Ну и следом Micro Mesh. Жмем и находим именно нашу вот эту модель. Жмем ОК. Вы видите, что ничего не высвечивается. Потому что в рендере, вот именно Render Properties вот это. Нужно включить Drive Micro Mesh. Это по прошлым видео вы должны были уже, как, тот, кто смотрел, тот поймет. Тот, кто делал, тем более будет знать. Так, и вот теперь мы нажимаем BPR. Так, вот вот такая у нас получилась, такой браслет у нас получился. Заходим в геометрии и жмем, жмем Convert BPR to Geo. Вот так вот. И вот такой вот браслет у нас получается. Вот так вот. Можете его сделать другим каким-то, треугольниками, квадратами. В принципе, вариант вот такой. Но вся фишка, вся фишка в том видео, что многие запутались бы. Вот именно на том моменте, который я акцентировал. Всё, всем пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok